По словам психологов, между внешностью человека и отношением к нему есть связь. Поясняю, чем лучше мы к кому-то относимся, тем краше нам кажется этот человек. Мы не замечаем ни недостатков, нам нравится все. Но это еще раз подтверждает, что на вкус и цвет все фломастеры разные. Ух ты, как красиво сказала. Конечно, я книжки читаю иногда. В общем, это субъективный процесс восприятия. Почему стремление понравиться всем абсолютно провальной идеей? Может, я ошибаюсь, но мы спросим у нашего гостя, психолога Сергея Шлопака. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Ну вот реально, понравиться всем невозможно. Это так, да может и не нужно. Но есть же какие-то определенные каноны или параметры, по которым красота подходит под большинство, под понятие большинства? Если вы себя воспринимаете нормально, если вы к себе относитесь хорошо, то, как правило, и другие люди к вам тоже относятся лучше. Это известные параметры. Есть, конечно, какие-то базовые вещи, что если мы вот с такой там осанкой, то таких людей мы воспринимаем немножко более по-другому, да, и люди с хорошей осанкой воспринимают более уверенными, более авторитетными и так далее. Есть какие-то базовые вещи, да. Но в целом, если человек даже там с плохой осанкой, но он хорошо говорит, как-то более уверенно себя чувствует, то к нему относятся, ну, отношение будет более хорошее. Ох, ну, стереотип в обществе никто не отменял. Не зря мы всегда говорим о так называемых белых воронах. А вот у одного вашего коллеги я вычитала такую фразу, чтобы перестать стесняться собственного тела, требуется работа, например, зеркальная терапия. Что такое зеркальная терапия? Есть такой метод, когда мы, ну, либо одеты, либо раздеты. Лучше раздеты, становимся перед зеркалом полноростовым, смотрим вдруг на себя и смотрим и принимаем себя таким, каким мы есть, да. Там сначала обычно бывает такое, что, ай, некрасиво, тут начинаешь у себя замечать какие-то недостатки. Потом прыщики, родимые пятна, там, еще что-то, какие-то разные вещи. Мы можем много в себе заметить недостатков. Потом принимаешь, что да, такое есть, потом через некоторое время начинаешь нравиться. Это полезная очень штука, известная техника, которая отлично, хорошо работает. Послушайте, можно, Саша, я перебью? Если бы это было все так просто, если каждый человек мог подойти к зеркалу, встать и вот отработать, наверное, не были бы так забиты тренажерные залы, особенно перед летним сезоном. Это есть меньше надо. Не было такое огромное количество женщин, ну, наверное, мужчин, ну, в большем случае женщин, страдающих анорексией, булемией, вот, ну, не принимают, все равно они себя, как бы мы ни говорили, что это хорошо. Это, Татьяна, к тому, что есть еще какие-то способы вообще воспринимать свое тело по-другому? Вот, предположим, замечательное выражение было, я самая обаятельная, привлекательная, и об этом говорить, говорить, говорить в результате себя утвердительно. Можно, конечно, использовать такие техники, да, аффирмации, что я самая обаятельная, самая привлекательная, или самая обаятельная, самая привлекательная, если женщина, конечно же, но... Когда тебе на улице горят... Люди ходят в зал же не только для того, чтобы быть красивым, для того, чтобы чувствовать себя здоровым, да, потому что, как показывают последние исследования, что не столько полезен здоровый образ жизни, вот эта физическая активность, сколько вредно их отсутствие. Хорошо, булемия и анорексия, о которых мы уже говорили, как крайние точки нелюбви к себе, вот назовем это так. А что можно сказать родителям, чей ребенок, или только на первой стадии этих болезней, либо который уже далеко зашел, как мы можем ему помочь? Ну, если далеко зашел, то тут, конечно, без помощи специалиста никак не обойтись. Да, потому что... Что специалист должен быть? Ну, как правило, да, люди, которые имеют специальное образование в этой области. Тут надо какие-то давать убеждающие вещи ребенку, ну или взрослому, неважно, о том, что да, у тебя такой вот, ты такой есть, какой есть, да, мы тебя таким любим, ну, если ты хочешь поменяться, то давай выберем нормальные здоровые варианты изменений какие-то, а не такие, которые приводят к тяжелым последствиям для здоровья. Ну, вот сколько об этом надо говорить с ребенком? Вы сказали мы один раз, он выходит на улицу, ему опять тыкают пальцы. Ты толстый там или наоборот? Мне кажется, это нужно с детства, с самого детства, чтобы он чувствовал родительскую любовь и защиту, что его принимают всегда любые, правильно? Да, всегда должен быть, ну, это может быть и не родители, это может быть любой взрослый в окружении какой-то, да, то есть учителя, старшие товарищи, братья, сестры, то есть чем больше таких людей в окружении человека, тем лучше, на самом деле, называется, это контенирующий старший, там, или контенирующий взрослый. А вы знаете, мне хотелось бы сделать через признание на всю страну, потому что 20 лет назад я тоже страдала таким недугом, как булимией, я попала в эти сети, мне не потребовалась помощь специалиста, просто когда была устранена причина, почему это со мной произошло, у меня сразу же момент причиной был человек, человек исчез из жизни, у меня все нормализовалось, и мозги, и все на месте. Ищите крайнего, это к женщинам обращение. На самом деле, к специалисту обращаться однозначно. Спасибо вам огромное за интересный разговор. Ну что ж, о том, как воспринимать себя таким, какой ты есть, мы говорили с психологом Сергеем Шлопаковым.